За певицу Аллу Пугачёву взялись мэтры отечественной эстрады. Возмездие от них стало настоящей вишенкой на торте к юбилею артистки, сбежавшей из России. Илья Резник заявил, что желал певице другой судьбы, а Вадим Самойлов отметил, что уехавшие артисты обиделись на оставшихся из-за снижения заработков. Поэт-песенник Илья Резник – один из тех людей, которым Пугачёва обязана своим успехом. Песни именно на его стихи в её исполнении становились всенародно признанными хитами в 80-е годы. На закате советской эпохи Резник расстался с Пугачёвой как с творческим партнёром. Но сейчас поэт сопереживает певицы, понимая, в какой ситуации она оказалась. Впрочем, ни о каком прощении или обелении репутации Пугачёвой со стороны Резника речи не идёт. Он чётко разделяет понятия, когда говорит о той Пугачёвой, которая пела его песни раньше, и о той певице, что убежала из России и стала нелицеприятно высказываться о русском народе. «Мне очень жаль Аллу. Я желал и желаю ей другой судьбы. Мне хочется, чтобы она была со своей страной, с людьми, которые её всегда боготворили. Алла могла уйти из жизни, дай бог не скоро, великой русской певицей. А сейчас мою позицию она знает. Я всю жизнь радею за Россию. На данный момент она жена иноагента, но с предателями Родины я не общаюсь. Надеюсь, Алла в скором времени всё осознает и вернётся домой, покаяться перед народом», заявил Илья Резник в канун празднования 75-летнего юбилея Пугачёвой. Другой мэтр отечественной эстрады музыки, основатель группы Агата Кристи Вадим Самойлов, также высказался о музыкантах-беглецах в канун юбилея Аллы Пугачёвой. По его словам, они оказались в непростой ситуации. В России они были небожителями, а теперь фактически находятся в изгнании. «Я думаю, что есть обиды, что они уехали. Всё-таки здесь заработки были и всё такое. Они здесь были, так сказать, почитаемыми небожителями. А сейчас они как бы всё-таки в изгнании, потому что гастроли по русским диаспорам в мире – это всё равно далеко не то, что гастроли для большого зрителя России», – заявил Самойлов. Тем временем репутацию сбежавшей из России певицы Аллы Пугачёвой решили отбелить. В канун юбилея Примадонны в нескольких изданиях вышли материалы, представляющие певицу в выгодном свете. К работе подключили и либеральную журналистку Собчак, которая выпустила о Пугачёвой целый хвалебный фильм. Но стоит отметить, что достаточно звёзд, которые сейчас находятся в России, не стали поздравлять Аллу Пугачёвой с её 75-летием. А самое главное – президент страны, который поздравлял Пугачёву ещё в 2000-х годах, когда исполнял обязанности президента страны, проигнорировал её юбилей и никак её не поздравил. Кстати, сама Примадонна решила тряхнуть стариной и выпустить новую песню, уже вторую этой весной. Вот такие новости, уважаемые зрители нашего канала. Что вы думаете по этому поводу? Приглашаем вас в комментарии, ведь мы уверены, что вам есть что сказать. Продолжение следует...